Мы, как музей азербайджанской литературы, не могли обойти стороной очень страшную страницу, которая произошла в истории не только нашего народа, но и многих народов бывшего Советского Союза. Это 1937 год, когда за решеткой оказались сотни тысяч людей. Это были поэты-писатели, в нашем зале представлены поэты-писатели, репрессированные поэты-писатели, но ведь это были обыкновенные люди, педагоги, врачи, актеры. Их имена даже стирались. Их знали только под номерами, над которыми они сидели в тюрнах. В зале представлены фотокопии личного дела репрессированных поэтов-писателей тех лет. За решеткой мы видим их лица. На этих лицах мы видим только скорбь и грусть. Но прошли годы, все они были реабилитированы, все их произведения до сих пор читают, и народ. И мне кажется, что никогда не забудет этих поэтов-писателей, жизнь которых была вот так рано-фректной. Одним из таких поэтов был Микел Мюшвик. Он умер в очень молодом возрасте, поэтому его творчество, можно сказать, что очень мало стихов принадлежит. Но несмотря на то, что его жизнь была коротка, он в возрасте 27 лет был расстрелян по указу Сталина. И, как я отметила, несмотря на то, что его жизнь была коротка, творчество было прекрасно. Прекрасные стихи дошли до наших дней. Одно из его стихотворений — это «Охутар». Кстати, в нашем зале представлены тары Микел Мюшвика. Долгую часть своей жизни Микел Мюшвик преподавал в школах. И последней его работой была школа номер 18, которая носит имя Микел Мюшвика. Как бы чувствуя свою смерть, он в одном из своих строчек стихотворений говорит, «Ах, как мне расстаться с этой светлой жизнью, каждый день хорошающей с этой прекрасной жизнью, с этими друзьями, приятелями, сражающимися с землей, бьющимися с небесами». Микел Мюшвик был реабилитирован в 1956 году.